Нам часто приходится встречаться с страданиями других людей. Иногда это беды одного человека, иногда семьи, иногда большой группы, а иногда целого народа. Это наводит нас на глобальные вопросы. Почему это происходит? Бог хочет, чтобы люди страдали? Есть ли в этом мире справедливость? Иудаизм – это монотеистическая религия. Это означает, что Бог руководит абсолютно всем. Получается, что если кого-то постигают беды, то на то воля Божья. Должны ли мы вмешиваться в то, что Бог творит? У него есть свои счеты. Бог знает все. И, вероятно, если кто-то оказывается в беде, Бог имеет очень хорошую причину для того, чтобы его наказывать. Есть религии и светские идеологии, настаивающие именно на этом. Некоторые религии говорят, что если человек страдает, значит, ему полагается небесная кара. Есть религии, не одобряющие помощь нуждающимся. Некоторые светские идеологии не верят в пожертвования. Существуют целые движения, основанные на идее социального дарвинизма, что значит «каждый за себя». Ницше иногда высмеивал помогающих бедным. А почему я вообще должен что-то для кого-то делать? Я заработал свои деньги сам, они мои. Почему я должен ими делиться? Почему я должен тратить свои силы и время на чужих людей? Вы скажете, потому что когда-нибудь тебе нужна будет помощь, и другие придут на выручку. А если не придут? А если уже не пришли, когда я нуждался? Люди говорят, поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. А почему? Откуда вообще эта идея взялась? Я поступаю, как хочу, пусть они поступают, как они хотят, я за них не отвечаю. Вообще, откуда появилась идея взаимовыручки? Все это очень хорошие вопросы, и я могу на них ответить только с точки зрения иудаизма. Мы верим, что Бог руководит абсолютно всем. Если кто-то страдает, то это потому, что Бог так сделал. Почему? Если вы осмеливаетесь отвечать на этот вопрос, то вы должны верить, что знаете мысли Всевышнего. Это довольно дерзкая позиция, я бы не советовал ее принимать. Но тот же Бог, который поставил кого-то в ущемленное положение, дал мне заповедь ему помочь. Иудаизм настолько известен за этот постулат, что люди иногда думают, что слово «митцва» означает «доброе дело» или «помощь кому-либо». На самом деле слово «митцва» переводится как «заповедь». У нас есть заповедь «прибить мезуду на дверь», заповедь «не мешать молоко с мясом». У нас есть 613 заповедей, касающихся самых разных областей жизни. И одна из них – это помогать другим. Если кто-то страдает, то на то воля Божья. Но воля Божья так же, чтобы я ему помог всем, чем могу. Я смотрю на страдания других людей и думаю, если Бог руководит этим миром, то есть ли в этом мире справедливость? Как мы видим, ответ на этот вопрос зависит от тебя. Мы часто хотим быть зрителями происходящего, смотреть сложа руки на пьесу из зрительного зала и философствовать о умениях режиссера. Но с точки зрения иудаизма мы не задуманы быть созерцателями. Бог дал нам задачу создать справедливость в этом мире через наши действия. «Пожертвование» на иврите «цедака» и происходит от слова «цедак» «справедливость». Когда я даю пожертвование, я добиваюсь справедливости. Так есть ли в этом мире справедливость? Если я буду делать то, что Бог от меня хочет, то она будет. Продолжение следует...